Добро пожаловать на просмотр обзора бета-версии игры Еврокар Симулятор. Эту бета-версию мне предоставил сам разработчик. Сама игра должна выйти 25 марта, то бишь завтра. Вот, и сегодня я буду обкатывать эту игру. Посмотрим наброски этой игры. Что да как. Ссылка на группу будет в описании. Так что вот, приступаем к обзору. Так, с чего же мы начнём? Ну, как всегда, посмотрим кнопки управления. Это газ-тормоз, ручник и стрелки. Так, камеру можно так вот вращать. Мы стоим в таком гараже рядом с домом. В дом можно как бы заходить, но кнопки выхода из машины пока что нет. Так вот, колёса, да, поворачиваются всё. Моделька очень крутая. Это я играю на минималках. И уже такая крутая графика. Так, есть кнопка. Вот, включить-выключить фары. Вообще круто смотрится, включаешь-выключаешь фары. Так, аварийки, поворотники. Кстати, вот это красиво проделано. Сами поворотники, фары. Всё это очень круто. Правда, единственным минус спереди такого нет. Почему-то не работают передние поворотники. Так, ну ещё раз говорю, это бета-версия игры. Я думаю, это всё будет исправлено. Так, также у нас есть спидометры и всё. Так, это у нас камера меняется. Салон детализированный. Вот надпись BMW. Можно так вот вращать камеру. Даже люк есть. Ну, салон вообще проделаны. Ручки, ремни есть. Сидения проделаны. Это пока что самая такая игра, в которой так хорошо проделан салон. Прямо вообще никаких замечаний нет. Вот так вот меняется камера. Можно менять вид. Всё в таком духе. Так, что ж стартуем. Вот идёт дым из трубы. Всё как полагается. Когда газовое следы остаются. И дым. Так, также здесь есть функция замедлить. Вот. Как бы можно выполнять трюки. И в замедленном режиме, знаете, это выглядит круто. И можно делать что-то типа такого. Вот как это всё круто выглядит. Можно целые клипы снимать. Так, в этой игре, вот в бетке, пока что две машины. Как сказал сам разработчик, машин здесь будут больше. Будет трафик и будут работы. То есть это должно выйти всё завтра. Так, забыл совсем про менюшку. Можно менять тип управления. Мод. То есть симулятор. Дрифт. Аркада. И всё такое. Как себя будет вести машина. Так, заехали на какой-то мост. Показывается скорость. 100 км в час. Бензин здесь может тратиться. Вот у нас тут какие-то развилки пошли. Ух ты. Это типа мост с Гоман. Квас. Вот тут конусы стоят. Да. Главное не забыть, что здесь дыра в мосту. Так, давайте. Я заприметил какую-то атомную электростанцию. Так, небольшой фриз был. В конце видео покажу игру на максималках. Графика очень крутая. Так, даже сейчас выхлопы даже есть. Так, полетели. Кстати, не знаю. Деформации машин вроде бы нету. Вот, это у нас еще одна атомная электростанция. Какой-то памятник тут у нас. Давайте сейчас заедем туда, посмотрим. Вот первая машина это БМВ, а вторую вы увидите где-нибудь в середине видео. Я пересяду на нее, и мы вместе с вами и ее посмотрим. Так, вот у нас здесь трубы всякие. Деревья растут. Ну, завод прикольный. Вернее, не завод, а станция. Электростанция. Вот ангары какие-то. Так, ну мне вот такие дела нравятся в играх. Пока что вообще никаких претензий нет. Единственное, поворотники спереди не работают. Да и к тому же включаю, что это бетка. Для бетки это более чем хорошо. Так, давайте выезжаем с этой станции. Поедем сейчас в город. Вот у нас здесь системы безопасности всякие тоже показываются. Вот ручник зажимаем, загорается все. Так, давайте по этой кольцевой заедем вверх. Тут ограждение ставят, чтобы никуда не улетел. Так, вот у нас снова здесь мост идет. На конусе перевернулись. Мы уже всю BMW разбомбили. Все, давайте выезжаем. Давайте поставим тип управления. Симулятор. Так, где он? Вот. Так, стоп. А, типа каждый раз, когда мы меняем тип управления. Вернее, не тип управления, а как себя ведет машина. Мы каждый раз делаем рестарт. Ну ладно. Ух ты. Мы полетали на BMW уже. Так, ну короче. Всю бэху. Разломали уже. Ну хорошо, что мы недалеко отъехали сейчас. Нужно вернуться в то место. Вот это кольцово. Здесь еще один памятник стоит. С обеих сторон кольцевой. Так, сейчас походу где опять полетим. А нет. Просто проехали. Так, тут у нас вот появилась какая-то деревушка. Небольшая. Это симулятор Европы. Это как бы не Россия. Вот. Мы сейчас не в России. Так, киосок какой-то, церковь была. Давайте заедем во дворы. Мы сейчас как бы не в России. Вот. Что тут у нас? А, тут тупик. Просто улица. Так, давайте развернемся. Ну там, наверное, тоже было в другой конце улицы. Тоже тупик, наверное, был. Вот ссылка, как уже сказал, на группу бот в описании. Там вы можете следить за развитием этой группы. За развитием игры. Как выйдет игра, ссылка в этой группе сразу же будет. Пока что этой игры в плей-маркете нету. Если все хорошо, она появится там завтра. Так, ну и сейчас давайте я возьму другую машину. И мы покатаемся на ней. Сейчас мы уже с вами встретимся тогда, когда я буду в гараже на этой машине. И вот эта машина. Это Геленваген. Такой вот Мерседес. У меня дорожный салон. У него тоже. Прям на высоте детализация. Смотрите, сколько там кнопок было. Вот. Сидение есть. Так, немножко мы как-то в самом сидении. Это у нас деревом, типа, обделано. Смотрите, сколько кнопок. Так, ну тут тоже меняются камеры. Дополнительно еще к этому гелику идет нитро. Закись азота. Вот она слева. А тут поворотники работают. То есть к Геленвагену вообще претензий нету. Так, давайте включим нитро. Тут анимации нет, просто он быстрее начинает ехать. Так, мы еще не ездили вот туда. К тем зданиям. Вот здесь скоро пойдут заправки. Вот заправка. Файл. Можно заехать в триггеры и заправиться. Пока что здесь работ нет, так как это бета-версия. Но нормальной же версии будут работы. Будет трафик и будет больше машин. Так, вот так вот тут подрифтить можно, но режим я опять менять не буду, а то опять заспаунимся возле гаража. Кстати, когда мы едем по кочкам на дороге, колеса это вот все отрабатывают. Это очень хорошо. Физика в этой игре крутая. Так, здесь у нас какая-то больница. Гаражи какие-то. Вот еще одна заправка. Там у нас высотки стоят. Сейчас мы и туда съездим. Все постепенно исследуем. Так, это у нас казино какое-то. Да, вот эти бочки, кстати, можно отодвигать, ронять. Здесь еще одна деревушка какая-то идет. Но не то чтобы деревушка, просто отдельный район. Таких вот небольших домов. Так, полицейский участок. Какой-то храм. Так, давайте едем. Ух ты, это у нас река. Мы снова подпрыгиваем. Ничуть не падаем в реку. Если туда аккуратненько съехать. Давайте. Такс. У нас проблемы. Все, мы застряли. Так, нужно заспавниться у гаража заново. Потом мы тут малость свалились. Так, давайте берем рестарт. И не съездим в эту часть города. Ближе к стройке. Сейчас мы все так быстренько исследуем. Так, здесь у нас деревья идут. Дорога. Вот без трафика, да. Скучновато немного гонять пока что. Но когда появится трафик, будет гораздо веселее. Еще смотрите, появятся машины. Вот мы идти и сейчас две машины будем обкатывать минут 15. А там их бот еще больше. Еще это все бот с трафиком. Да еще и с работами. То есть в игру можно играть нормально так времени. К тому же мы еще не весь город исследовали. Так, здесь у нас мост. Единственное, на бордюре они так заезжают интересно. Здесь у нас мост через речку, в которую мы чуть не свалились. Давайте я сейчас не совсем по дороге еду. Потому что что на дорогу-то смотреть интереснее. Вот всякие пригороды съездить в сам город. Самое крутое и основное я хочу показать. Здесь у нас вот такой домик отдельно стоит. Еще один мост. Вот здесь три моста, как я понял. Через эту реку. Здесь у нас должна сейчас идти заправка. Вот она, да. Файл снова. У нас тут развилка идет такая. Ух ты, это у нас какой-то склад. Вот два крана стоят. Ангары. Гаражи такие стоят. Где можно что-нибудь хранить. Ух ты, два грузовика бортовой. И цистерна. Так, ну в общем здесь так-то прикольно. Объектов много. Можно кататься и кататься. Единственное, вот эта прорисовка меня, как всегда говорю, напрягает. Вы это уже знаете. Так, ну единственное, кау, наверное, графику максимальную поставишь, этого не будет. Но это не точно. Я не тестировал. Так, давайте заезжаем на этот мост. Мы промахнулись. Так, тут у нас какая-то стена невидимая. Видимо коллизия не там прописана. Вот, даже значики. Мерседес, БМВ, ведь все есть. Даже это проделано. Так, ну мне понравилась функция замедления времени. Это прикольно. Так, давайте сейчас съездим на стройку. Вот, у нас здесь парковки идут, всякие дома. Пешеходный переход. Еще один памятник уже. Такой же, только третий. Ну да, давайте снесем все дома в городе. Граффити на стенах. Ну, короче, вообще прикольно. Город мне нравится. Вот, единственное, вот еще вот трафик, но он будет. Так что волноваться об этом не надо. Здесь у нас парковка здорова. Так, давайте заедем на стройку. Сюда заехать можно. Но здесь у нас только кран стоит. И песок такой. Так, ну что ж, давайте сейчас я перезайду в игру. Поставлю максимальную графику. И мы посмотрим, как это все выглядит. Так что ж, давайте сейчас мы встретимся уже на максималках. Вот так вот игра выглядит на максималках. Конечно, она начала фризить. Вот, смотрите. Подлагивать. Но у меня телефон Honor 9 Lite. И он уже не больно новый. На ваших телефонах она вряд ли будет улыбать. Вот так вот это все круто выглядит. Прям немножко смахивать на графику GTA 5. Я не побоюсь этой фразы. Так, что ж, ну на этом, наверное, будем заканчивать. Я вам всю игру уже показал, всю карту. Ждите завтрашнего дня. Она должна выйти завтра. По какому времени, не знаю. Всем спасибо за просмотр. И кто досмотрел это видео до конца, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать уведомления об новых видео. Обязательно ставьте колокольчик. Что ж, на этом все. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok